С 1 января пенсионные выплаты станут больше в среднем на тысячу рублей. Об этом сообщил на пленарном заседании Госдумы Андрей Пудов, статус-секретарь замминистра труда и социальной защиты, во время представления проекта бюджета фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год. Замминистра напомнил, что высокая инфляция в этом году стимулировала принятие решения о повышении пенсии для поддержки доходов пожилых граждан. А какая пенсия должна быть, по мнению тверичан, мы спросили у них самих. Достойный. А сколько это в цифрах именно? Ну, чтобы можно было, хватало и на... И 60 хватило бы. Чтобы хватало на еду и на коммунальные услуги. Ну, на здоровье. Все, а сколько? Для каждого свое. Ну, около 30, я думаю. А почему не меньше? Потому что у меня маленькая пенсия, и мне ее не хватает катастрофически. Поэтому я знаю, сколько должна быть. Примерно хотя бы. 1030. А почему у меня такая сумма? Ну, хотя бы. Это же самого минимума, да? Да. А так, чтобы доля достойна, мог человек отдохнуть на пенсии, себе что-то позволить, ну, 60. Я думаю, ну, минимально должна быть 30, и там в зависимости уже от стажа, от всего. Ну, потому что ту пенсию, которую у нас люди сейчас получают, это что-то несерьезное, на мой взгляд. Наверное, 1050. А почему не меньше? А почему не больше? 1050, наверное, точно должен быть. Продолжение следует... Продолжение следует...